Всем привет! Это видео на канале Комфи. Меня зовут Саша Ляпота. Сегодня мы говорим про выбор беспроводных наушников. И кажется, ну что тут говорить, все и так понятно, однако видео должно получиться даже большим. Беспроводные наушники плотно вошли в нашу жизнь. И я прям предрекаю, что если не в 20-м, то в 21-м годах у топовых смартфонов начнут появляться беспроводные наушники прямо в комплекте. Многие думают, что именно Apple сделала таким образом, чтобы все начали отказываться от 3,5-мм джека. Я не буду говорить плохо это или нет в принципе, потому что тому разъему уже больше 20 лет. Но я помню, как задолго до iPhone 7, у которого собственно и пропал 3,5-мм джек, после чего это исчезновение стало массовым на рынке. Был такой смартфончик Oppo, у которого тоже не было джека. И связано тогда это было именно с его толщиной, потому что в те времена каждый производитель считал нужным выпустить самый тоненький смартфон. Сразу скажу, что в беспроводных наушниках ничего плохого нет, бояться их не стоит. И тем более стоимости на них уже стали адекватными. Да, когда они только появлялись, когда технологии были еще дороже, то проводные было намного дешевле себе выбрать. Тем более по качеству звука. Сегодня беспроводные и звучат хорошо, и стоят вменяемо. Но для начала давайте разберемся, кому все-таки они не подойдут. Да, есть сферы, в которых проводные все еще самые лучшие. И первый недостаток беспроводных, это их автономность. Потому что те, которые на проводочке, заряжать не надо вообще. Беспроводные же придется подключать к зарядному устройству. И это минус для кого? Ну, к примеру, если вы занимаетесь монтажом видео. Это продолжительный процесс. И скорее всего, за время одного монтажа наушники придется заряжать несколько раз. Для игрового процесса, хоть и появляются очень хорошие беспроводные решения, тем не менее, профессионалы все еще используют наушники на проводах. Из-за задержки и из-за той же автономности. Кстати, задержку звука на софтверном уровне именно из-за игр все-таки удалось победить. Также для создания и прослушивания музыки лучше подходят проводные наушники. Для создания, потому что у вас нет той самой задержки. Для воспроизведения тут я буду краток. В принципе, беспроводные наушники, если они от хорошего производителя, скорее всего, будут звучать хорошо для обычного меломана. А если же внутри вас где-то поселился аудиофил, я думаю, вы знаете, что делать. Вы можете пойти и посмотреть какое-нибудь наше другое видео. Действительно, по качеству звука все-таки старые олдскульные наушники превосходят беспроводные. И если взять очень хорошие проводные и очень хорошие беспроводные, то первые именно для такого задротского прослушивания подойдут лучше. И вот если у вас нет проблем с только что перечисленными пунктами, можете смело рассматривать беспроводные наушники, потому что плюсов и достоинств у них вагон и целая тележка. Я, кстати, уже несколько лет использую в основном беспроводные наушники. К проводным прибегаю как раз-таки при создании музыки или монтировании видео. Но какие же выбрать беспроводные? Потому что их сегодня очень много. Думаю, что я смогу вам помочь. Самое главное разделение беспроводных наушников в том, что есть по-настоящему беспроводные True Wireless и так называемый просто Bluetooth, где каждый вкладыш или соединен проводом, или это такие большие наушники с очень жестким оголовьем. Сегодня приобретать обычные беспроводные наушники, где вкладыши соединены проводовочком или какой-то дугой, я не вижу смысла, потому что и слишком много альтернатив, и стоят они не прям-таки сильно, а дешевле, а неудобств у них много. К примеру, если вкладыши соединены механической дугой, то вы не сможете сложить эти наушники в карман, они не компактны. Если же вкладыши соединены проводом, то он будет то и дело задеваться за одежду, и вкладыши могут выпадать. Среди обычных Bluetooth наушников есть смысл рассматривать только большие, полноразмерные для прослушивания музыки, к примеру. Да, они не так удобны при ходьбе и совсем неудобны при занятиях спортом, но у них есть плюсы. К примеру, автономность. Так как накладные наушники достаточно большие, туда можно запихнуть большую батарейку, и они нередко живут от 10 часов от одного заряда. Также часто в таких наушниках есть активное шумоподавление, и это значит, что вы сможете наслаждаться качественным звучанием даже в самолете или в нашем метро. При этом, при всем, излучателей тоже больше, чем у вкладышей, и звук при выборе хорошего бренда будет классным. Я не советую рассматривать откровенный дешман, потому что, да, вы сэкономите, но удовольствия особого не получите. Смотрите на такие бренды, как Sennheiser, Kost, GPL и другие, которые явно на слуху именно в этой сфере. А вот для повседневного использования для всех задач стоит рассматривать именно True Wireless наушники. Это такие, которые чаще всего прячутся в комплектный док-кейс, где они и заряжаются, и где каждый вкладыш не соединен друг с другом проводом, и они вставляются по отдельности. Кстати, и работать они тоже могут по отдельности. Такие наушники, к примеру, очень хорошо подходят и для ходьбы, и для бега, и в целом занятий спортом, потому что они не норовят выпасть, ведь нет какого-нибудь шнурочка, который за все задевается. Но теперь мы идем дальше. Какие же True Wireless наушники выбрать? Самое главное различие – это их тип, конструкция. Они могут быть открытого типа или внутриканальные. Самые популярные беспроводные наушники в мире на сегодняшний день – это Apple AirPods. Они именно открытого типа. Это значит, что вы их не всовываете, не вкручиваете и не вдавливаете в ухо, а просто вставляете. В ушной раковине не создается никакого вакуума, соответственно, ничего не будет давить и доставлять вам дискомфорт, даже если вы будете с ними ходить целый день. В качестве следствия, которые можно интерпретировать как минус – это практически полное отсутствие шумоизоляции. Почему это не всегда минус? Потому что в таких наушниках можно ходить целый день, не ощущать их, и ты будешь слышать все, что происходит вокруг. Тем не менее, использовать их в общественном транспорте уже не так комфортно, потому что вам придется очень сильно повышать уровень громкости, а это еще может быть и небезопасно. Ну и также есть люди, у которых такие наушники открытого типа легко выпадают из ушей. И даже если у вас в ушах они держатся достаточно хорошо, то внутриканальные будут сидеть там очень плотно. Внутриканальные чаще всего имеют сменную амбушюрку, в комплекте таких несколько для разного размера ушей. И она всовывается довольно глубоко. Она выполнена или из силикона, или из неопрена. Когда вы вставите такой вкладыш, он будет сидеть плотно и даже без активного шумоподавления, ведь оно истинно у всех. Шумоизоляция очень и очень хорошая. С такими наушниками намного удобнее заниматься спортом. Но помните, если вы, к примеру, идете на пробежку в внутриканальных беспроводных наушниках, вы не будете слышать то, что происходит вокруг. Будьте осторожны. Яркие примеры True Wireless беспроводных наушников с внутриканальной конструкцией это FreeBuds от Huawei или Galaxy Buds от Samsung. Далее стоит смотреть на автономность по-настоящему беспроводных наушников. Я не рекомендую выбирать те, которые живут от одного заряда менее 4 часов. Потому что 4 часа из коробки это 3 часа через полгода. Может быть я преувеличиваю, но вы же понимаете, что все-таки батарейка может деградировать и емкость со временем падает. И также эти замеры снимаются далеко не на максимальной громкости. К примеру, AirPods от одного заряда живут 5 часов. Это именно вкладыши. А с кейсом уже более суток. Неплохой автономностью могут похвастаться также и беспроводные наушники от Samsung и у Huawei. Однако самый большой недостаток это именно автономность кейса, который может зарядить их еще на 2-3 полные зарядки. Очень важный фактор, на который стоит обращать внимание, это габариты. Смотрите, AirPods очень компактные. И вы можете их засунуть практически в любой маленький кармашек на любых джинсах. Это хорошо, потому что таким образом я не парюсь о том, взял я их с собой, не взял. Они всегда у меня в джинсах. Даже вот эти Samsung всунуть уже сложнее. Хотя в новом поколении кейс достаточно маленький. Но большинство беспроводных наушников все еще приходят с большими такими кейсами, которые в кармане носить тяжело. И последнее это управление. Надо, чтобы, во-первых, оно было. Чтобы вы могли как минимум остановить воспроизведение или переключиться на следующий трек. И также я выскажу свое мнение. Мне больше всего нравится управление при помощи гироскопа или акселерометра. Когда датчики реагируют именно на воздействие. Когда вы не просто касаетесь наушника, а вы на него давите или постукиваете по нему. Почему? Потому что у большинства сенсорное. И каждый раз, когда вы просто достаете вкладыш или вставляете его, распознаются касания, которые являются в данном случае ложными. И происходит какое-то действие. Вы можете или кому-то позвонить, или включить трек, или переключить его и так далее. Но это я уже отнес бы к придиркам. В принципе, к этому можно привыкнуть. Ну что ж, друзья, у меня все. Жду вас в комментариях, где вы можете высказать свои впечатления по поводу разных беспроводных наушников. Возможно, я что-то пропустил, и вы сможете добавить свои советы. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить ролику палец вверх, если он вам понравился. А также смотрите на нашем канале. Видео про набор геймера от HyperX. И обзор беспроводных наушников от Sennheiser.